Новость последних минут из Киева. Военные могут быть задействованы в антитеррористической операции, решение о подготовке которой несколькими часами ранее приняла служба безопасности Украины. И до такой степени обстановка в стране накалилась менее чем за сутки. Только по официальным данным 26 погибших, более 800 пострадавших. Убийства, поджоги, погромы, а еще нападения на отделы милиции и СБУ, откуда погромщики вынесли сотни стволов и десятки тысяч патронов. Репортаж Александра Батухова. Стоящие на площади, помимо выступлений со сцены, постоянно провоцируют сотрудников спецподразделений. В основном кидают в них камнями и запускают петарды. Атаковать даже пытались из здания Дома профсоюзов. Для чего в сторону сотрудников правопорядка кинули несколько бутылок зажигательной смеси. К счастью, ни одна из них не достигла цели. Противостояние не прекращается ни на минуту. Баррикаду удалось сместить только под утро при помощи бронетранспортеров. Один из которых митингующий так умело, словно профессионалы, забросали коктейлями Молотова. Дым над Майданом не столько из-за горящих покрышек, сколько из-за пожара в здании Дома профсоюзов. Пожарные расчеты смогли подобраться к дому только тогда, когда он уже был охвачен огнем. Рискуя жизнями, они спасают людей. Спустя буквально несколько минут рушится перекрытие пятого этажа. Наведение порядка на площади независимости власти назвали антитеррористической операцией, о чем объявили стоявшим на Майдане и предложили разойтись. Такое определение отнюдь не случайно. После янбарских столкновений Владимира Сокрушевского и вчерашних событий стало очевидно, что за баррикадами стоят вовсе не мирные митингующие, а настоящие экстремисты. И в их арсенале не только булыжники с мостовой. Сотрудниками милиции было изъято два револьвера, два обреза и два гранатомета. Сейчас проходят экспертизы на предмет использования этого оружия в убийстве сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Эти слова подтверждают и рядовые милиционеры, которые после ночных столкновений демонстрировали простреленную амуницию. Что это такое? От чего это? Они сдали стрелы. Ну что ты не видишь? За время операции милиция потеряла десятерых своих сотрудников. Двое убитые. Это уже подтверждено из огнестрельного оружия. И больше трехсот милиционеров, по данным МВД, получили ранения. С травмами их доставляют в киевские больницы. А эти кадры были сняты в санитарной палатке на Майдане. Тяжело раненый боец Беркута взят в плен, но ему не собираются оказывать помощь. Умирающего предлагают унести в Дом профсоюзов. Тот самый, который потом сгорит. Над площадью в это время несется из динамиков гимн Украины. Это Беркут. Так это Беркут. Это Беркут. Это Беркут. Глаза нет. Быстро на стилке. Ребенка. Да, он живет. Ребенка. Скорую, скорую. Это Беркут. Никаких скорых. Это пленный. Ребенка. Пульт есть у него? Ребенка. 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 Значит так, быстро на стилке и относим образ. С заявлением выступил президент Украины Виктор Янукович. Он призвал оппозицию остановиться и сесть за стол переговоров. Не имея на это мандата народа, незаконным образом, нарушая конституцию Украины, эти с позволения сказать политики, прибегая к погромам, поджогам и убийствам, пытались захватить власть. Скажу честно, у меня есть некоторые советники, которые пытаются склонить к жесткому варианту, к применению силы. Но есть лучший способ договориться. Да, мы уже не вернем погибших. Но мы уже заплатили слишком дорогую цену за амбиции тех, кто рвется к власти. Но чтобы цена не была еще выше, призываю, опомнитесь, надо садиться за стол переговоров. В МИД России считают происходящее прямым результатом попустительства западных политиков, которые, по сути, и развязали руки уличным радикалам, не давая навести порядок и угрожая санкциями официальному Киеву. Сказать и о той ответственности, которую несет Запад, по крайней мере, многие западные страны, которые всячески пытались вмешиваться в течение событий, поощряли оппозицию к действиям вне правового поля, даже напрямую порой заигрывали с боевиками, выдвигали ультиматумы. Мне кажется, что напосредничались наши европейские партнеры уже достаточно. И призываем всех в этой ситуации поставить интересы Украины, интересы народа Украины выше собственных геополитических замыслов. Многие на Украине считают, что западные политики, постоянно контактируя с оппозицией, поддерживая, принимая на самом верху и упорно называя происходящее мирным протестом, фактически давали гарантии цивилизованного поведения оппозиции. И теперь несут ответственность за вышедшую из-под контроля Майдан. Кровь на руках лидеров оппозиции, которые призывали людей идти вчера на парламент, которые призывали людей захватывать областные управления милиции, брать в руки оружие. На стороны тех зарубежных политиков, которые поддерживают оппозицию, которые, по сути, совершают государственный переворот. В Киеве по-прежнему не работает метро. В центре города закрыты детские сады и школы. А на всех въездах в столицу Украины выставлены усиленные отряды ГАИ. Захват административных зданий совершали и на западе Украины. Толпы пошли на штурм административных зданий Тернополя, Ивана Франковска. В Луцке жестоко избили губернатора Волынской области Александра Башкаленко. Его заставили встать на колени, облили водой и приковали наручниками к сцене местного Евромайдана. Во Львове радикалы взяли управление МВД, службу безопасности, прокуратуру и даже воинскую часть. По данным украинского Минобороны, армейские арсеналы нападавшие не тронули. А вот оружие, хранившееся в захваченных отделениях милиции, уже разграблено. А это полторы тысячи пистолетов и автоматов и до ста тысяч патронов. В связи с этим служба безопасности Украины приняла решение провести контртеррористическую операцию на территории всей страны. Александр Батухов, Роман Хроленко, Виталий Каченко и Сергей Козлов. Первый канал. Киев.